Хэй-хэй-хэй! Дарова всем, дорогие друзья! С вами Кент АПК и я, как обычно, на проводе. Ну что же, прямо сегодня я вам расскажу про будущее обновление 0.400, поэтому если ты, да-да-да, именно ты, ждёшь обновления, то прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши хэштег «Жду обновления». Ну а прямо сегодня я тебе расскажу, что же будет в будущем обновлении. Полетели! Ну и, конечно же, дружок, 200 голды может улететь на твой счёт. Чтобы получить 200 голды, тебе надо прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать свой ID. И самое главное, смотри это видео без прямого атака. Уху-ху! Ну и первый вопрос, который всех беспокоит, это когда же выйдет это чёртово обновление? Ребятки, на это влияет очень много факторов. Самый чёткий ответ, это когда всё закончится, тогда оно и выйдет. Но когда примерно это будет, это уже совершенно другая история. Давайте с вами рассуждать логично. Всё зависит от того, сколько сезонов будет в году. Если в году будет 3 сезона, то обновление выйдет уже 25 августа. Ну а если же в году будет 2 сезона, то обновление выйдет спустя 2 месяца и нам с вами придётся очень долго подождать. Мне, кстати, довольно-таки интересно, как вы думаете, сколько в году будет сезонов? 2 или 3? Прямо сейчас, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну а прямо сейчас я хотел бы вместе с вами поговорить, что же 100% добавят в будущем обновлении 0.14.0. Самое первое и самое точное, что добавят, это, ребятки, новый кейс. Это даже не оговаривается. Но теперь давайте думать с вами логично. Если добавляют новый кейс, это, получается, будут новые арканы, новые легендарки и, самое главное, новый нож. И это охренеть, как круто. Я, честно говоря, уже без понятия, какой нож будет, у меня есть такое предположение, что это будут тычковые ножи. Вполне вероятно, что именно тычковые ножи добавят в будущем давлении. Но опять, это же далеко не всё. Также, помимо нового кейса, уберут один старый кейс. Получается, уберут фуриас кейс. Поэтому, ребятки, не упустите ваш момент, потому что что-то не было, как с оригин-кейсами. Оригин-кейсы убрали, и мне пишут подписчики. Кент, я забыл купить. Дай мне, пожалуйста, голды, чтобы я закупил оригин-кейсов. Ребят, не упустите нужный момент и закупайтесь заранее. Также, ребятки, вы должны понимать, что с выходом нового сезона ваши ранги будут понижаться. То же самое, что в Clash Royale, если вы играли. Там есть определённое количество кубков. И каждый сезон оно понижается. То же самое будет и в стенд-оффе. То есть, если вы были голд 4, то вы, например, станете голд 2 или голд 3. Ну и прямо сейчас я расскажу то, что жду я лично больше всего. Это то, что добавит режим не беспокоить. Если вам интересно, одной из причин, то, что я создал новый аккаунт, это было то, что на старом аккаунте было более 100 тысяч сообщений. И у меня стенд-офф очень сильно лагал. Я не мог заходить в сообщения. Я не мог нормально играть. И каждую катку вылетал. Это было невыносимо. Даже сейчас на телефоне я не могу заходить в мой основной аккаунт, потому что там, ну прям, очень сильно лагает. Но прямо сейчас я покажу, чем же мне мешают эти сообщения. Во-первых, я вылетаю. Это во-первых. Во-вторых, когда я нажимаю на рынок, есть большая вероятность, что я нажму на сообщения, вот как сейчас я нажал на сообщения, и всё, стенд-офф завис, я просто-напросто вылетаю. И это очень, очень сильно меня раздражает. Поэтому я искренне надеюсь на то, что разработчики добавят режим не беспокоить. И не будет больше такой проблемы. Потому что, когда я нажимаю на рынок, такое ощущение, что я нажимаю на минное поле. Потому что, если я промахнусь и нажму на сообщения, то всё, я вылетаю, и надо тратить 5 минут времени, чтобы обратно зайти. Ладно, то, что я вылетаю, это полбеды. Ладно, то, что я лагаю, это ещё полбеды. Но самое обидное, это то, что каждый раз, каждый стрим находится какой-то неадекват, который ставит свой половой орган на аватарку и начинает по КД мне влудить. И поэтому мне, ребятки, приходится включать вот такую штучку под названием антиписка. И честно говоря, она очень сильно меня напрягает. Почему я должен включать какую-то хрень из-за каких-то дурачков? В этой ситуации меня радует только одно то, что разработчики говорят, вроде бы как, что они планируют добавить режим не беспокоить. Когда именно это неизвестно, но я очень надеюсь на то, что это будет в будущем обновлении. Потому что ни мне, ни другим ютуберам нет нормальной жизни из-за этих сообщений. Ну а прямо сейчас я хотел бы с вами поговорить про возможное будущее обновление. Почему именно возможное? Не потому что я их придумал с головы, а потому что разработчики запустили конкурс на лучший концепт по этим идеям. Есть ли им интересные концепты, то значит они рассматривают возможность реализации этих идей. Значит, давайте смотреть вместе с вами. Первое, это голосовые команды. Конечно же, голосовые команды, это было бы очень круто, но я, честно говоря, человек очень сильно сомневается, что в ближайшем обновлении это добавят. Дальше, ежедневные квесты. Вот ежедневные квесты, вот кто бы что ни говорил, но я реально верю, что в обновлении 0.40.0 вполне вероятно, что их могут добавить, потому что во всех современных играх есть ежедневные квесты. Во всех, кроме стендоффа. Но надеюсь, что стендофф тоже не будет исключением. Далее у нас идет смена погоды на картах. Я думаю, ребятки, то, что вы и так прекрасно понимаете, то, что, скорее всего, это вряд ли добавят. Вряд ли. Но, может быть, все. Дальше у нас идет новый тип гранат. Вполне вероятно, что добавят коктейль молотова, как в том же CSGO, потому что стендофф, ну, я считаю, стендофф это мобильный CSGO. И мне он очень сильно нравится. Кто бы что ни говорил, но стендофф это уровень. Далее у нас идет кастомизация персонажа. Честно говоря, кастомизация персонажа, это было бы очень классно, но я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что в ближайшее время, или в ближайшем обновлении добавят кастомизацию. Было бы очень хорошо, если хотя бы через год ее добавили. Далее у нас идут эмоджи для официального сервера. Если вы не понимаете, что это такое, то это самые обычные смайлики. По всей видимости, разработчикам просто лень их рисовать, и они подумали, ну, а может кто-то нарисует, а мы их просто добавим в дискорд. Далее стендофф 3. Ну, стендофф 3, мне кажется, это вообще по руфлу добавили, потому что стендофф 3 это еще не скоро. Ну, не то, что не скоро, но это ближайшие лет пять, нам точно его не ждать. Дальше режим битвы кланов. Вот это уже реально интересно. Было бы классно, если бы я мог забить стрелку, например, клану Вискию, чтобы была статистика клана, чтобы все видели эту статистику, и чтобы можно было устроить битву кланов на голду. Вот это было бы очень классно, но вы просто представьте, если я, допустим, уверен в своей победе, я ставлю на кону тысячу голды, и система сама отдает победителю тысячу голды, это было бы охренеть как круто. Тогда бы никто бы меня не кидал, как обычно это делают на стримах. Далее граффити на стенках. Честно говоря, ребятки, я очень сильно хотел бы, чтобы вы добавили, и я искренне верю, что в ближайшем обновлении именно добавят граффити, потому что это была бы та самая фишка, которой нету в Critical Ops, та самая фишка, которой нету в других играх на телефонах. Граффити, граффити на стенку. А если бы я еще мог добавить свое граффити, это было бы очень круто. Правда, есть один небольшой минус, то что всякие школьники начали бы добавлять свои граффити, и там были бы очень неадекватные картинки, я просто представляю это. Далее у нас идет учебная карта. Я скажу так, то что для тренировки Аима это было бы очень круто, потому что я вспоминаю Тик-Так, когда он купил iPad, он брал двух подписчиков и заставлял их бегать по кругу, чтобы Тик-Так их убивал и тренировал свой Аим. И чтобы этого не было, была бы учебная карта, там где можно было стрелять по мишеням. Это было бы очень даже удобно. Ну что ж, дорогие друзья, большое вам всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, напишите ваше мнение в комментариях, я их читаю, это очень важно. С вами был Кентуха, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok